Оглушительные взрывы и едкий дым. Сегодня около двух часов дня площадь свободы превратилась в настоящее поле боя. Все произошло очень быстро, рассказывают очевидцы. Какие-то молодые люди вклинились в ряды мирно митинговавших и начали бросать прямо в толпу фейерверки. В считанные минуты Евромайдан затянуло дымом. В салюте, везде пиротехника взрывалась. И было два таких пиротехнических установки, которые просто кинули в середину. Под ноги люди. Двое из них накинулись на людину, что с микрофоном стояло, и начали ее вытащить, тасувать. Я это уже не пометил, потому что мы все отходили из центра подеи. Выбухало, потому что бахло. Люди бросились в рассыпную, подальше от горящих искр и кусков пиротехники, которые летели в них. Однако некоторым не удалось уберечься. После атаки неизвестных митингующие подсчитывают потери. Прожженные куртки и флаги уже не в счет. Некоторые говорят, что чудом не травмировались. Фейерверки разрывались прямо у них под ногами. Досталось одному из представителей батькивщины. У него повреждено колено. Еще у одной женщины легкая контузия. Люди говорят, пострадавших могло быть больше. Хуже того, среди мирных протестующих были родители с маленькими детьми. Девочка шла, у нее нога была поранена. Женщина плакала. Люди, конечно, сначала разбежались, но ненадолго, а потом повернулись. Тут сплошно, полностью все было в дуло. Но больше всего сторонников евроинтеграции возмутило поведение милиции. Это сейчас Евромайдан стерегут несколько десятков охранников правопорядка. Однако в момент инцидента на площади их не оказалось. И взялись за дело правоохранители только когда народ сам задержал несколько спортсменов-подрывников и начал их пинать. Митингующие говорят, в милиции даже пытались отпустить задержанных. Милиция за две минуты до этого ушла вообще. Их не было здесь видно. И когда задержали некоторых, отвели туда, в милицию, были попытки отпустить их. Но под давлением того, что очевидцы, того, что сопровождение было. Их якобы сейчас, по информации Чугаевского, они находятся в Держинском районе или милиции. Интересно, что информация о том, что на площади свободы произошла провокация, появилась сразу после того, как зал заседаний покинул Геннадий Кернес. Перед этим они с Михаилом Дубкиным что-то оживлённо обсуждали в президиуме. Когда через несколько минут после ЧП депутат Иван Варченко вышел на улицу к своим соратникам и вернулся в зал с вещдоками применения против мирных пикетчиков петард, представители бело-голубого большинства не захотели его слушать. А представитель милиции отказался брать коробки из-под фейерверков. Хотя позднее он прокомментировал инцидент. Их было не 15 человек, как прозвучало, а четверо. Теми сотрудниками милиции, которые обеспечивали общественный порядок во время проведения этого массового мероприятия, данные граждане были задержаны. Факт правонарушения задокументирован. Эти лица доставлены в центральный отдел милиции Дзержинского райотдела, где в настоящее время проводится дальнейшее разбирательство. При этом в милиции не смогли ответить, принадлежат ли задержанные какой-либо политической силе и чем объясняют свой поступок. Оксана Нечапаренко, Марина Николаева, Андрей Домовой, Андрей Радич, Агентство телевидения новости.